20 августа. Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился. Просто для памяти, сухая констатация. Спустя два года. Первое. Уголовного дела так и не возбудили, чтоб там Путин не врал. Официального расследования не было. Второе. До сих пор я так и не понял, в чем заключается позиция официальных лиц России. Навального не травили новичком? Он впал в кому сам по себе. Или Навального отравили новичком, но не мы, а западные спецслужбы в целях провокации. Чиновники, начиная с самого высшего уровня, с Путина, строго придерживаются одновременно обеих этих версий. Третье. Найдены и установлены почти все непосредственные участники группы убийц. Все они сотрудники ФСБ. Доказано, что на их счету несколько неудачных попыток отравлений. Дмитрий Быков, Владимир Карамурза и несколько состоявшихся убийств. Никита Исаев, Тимур Куашев, Руслан Магомедрагимов. Скорее всего, это вершина айсберга. Четвертое. Никто из группы ФСБшников не привлечен к ответственности. Кроме, разве что, Константина Кудрявцева. Незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону подробности покушения. Он пропал и, похоже, его просто самого убили. От того, что я выжил, Кремль поймал такую огорчуху, что посадил меня сначала на 3,5 года, а потом и на 9 лет. Вся эта ситуация настолько изобличила и самого Путина, и его систему. Настолько показала не только преступность, но и дисфункциональность, провальность его режима. Что, очевидно, сильно повлияло на всю политическую систему России. Эта система отбросила любую маскировку. И к концу января 2021 года стала репрессивна и авторитарна уже совсем без оговорок. Вот что значит неудачно намазать трусы новичком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok